Всем привет! Виделись с вами на днях. Я теперь, видите, сижу со своим прекрасным букетом, который не заменил мне елку, но который идеально вписался по цветам, мне кажется. Господи, в эти белые стены! Я так сильно соскучилась по цвету, друзья мои, невероятно! Но вот такие вот элементы декора, которые дают очень красивое цветовое сочетание, оно спасает, когда ты живешь в съемной квартире с белыми стенами. Так вот, как обещала в второй части, сегодня мы с вами поговорим, во-первых, об ассортименте, который сейчас есть на рынке в плане новогодних украшений, игрушек, потому что я пробежалась по разным гипермаркетам, посмотрела, что сейчас в наличии. Сегодня украсим мою елку и вообще нашу квартирку, а также я вам хочу показать и рассказать о посылке, которая мне пришла, потому что там содержатся элементы, которые как раз мне помогут в обновлении дома к этому новому году, потому что там те элементы, которые я давно хотела уже, а что я хочу в наш дом, то приносят изюминку, поэтому я жду не дождусь, когда я буду распаковывать уже посылку, которая мне приехала. Пока расскажу, что за посылка ко мне приехала и откуда. Из магазина Design Boom. Это интернет-магазин дизайнерских товаров для дома. Бывает, заходишь ты в какой-нибудь магазин и понимаешь, что нужно покопаться, чтобы найти что-то хорошее и подходящее. А Design Boom это один из тех магазинов, куда ты заходишь и там красиво все. Декор, мебель, освещение. Там красиво реально все. И мы там очень часто подбираем освещение на объекты, мебель и декор. А еще это отличное место, где можно найти новогодние подарки, потому что там очень много дизайнерских брендов. Например, там есть даже любимый мой Siletti. Итальянский бренд просто обожаемый. Уникальные, стильные есть светильники, посуда просто превосходная. Человеку, который разбирается в дизайне и обожает обуючивать пространство, я считаю, что ему будет просто за счастье получить в подарок, например, что-нибудь из бренда Siletti. Там, конечно же, есть не только Siletti, и есть из чего выбрать, потому что Design Boom на рынке уже более 10 лет, и там представлены всемирно известные бренды и молодые российские дизайнерские. Из плюсов этого сервиса много всего есть в наличии, возможно изготовление на заказ, быстрая доставка по всей России. Мне доставили мой заказ за два дня, при условии того, что я брала все, что было в наличии. Основная идея Design Boom окружить вас классными стильными вещами. Чтобы открывашка для вина у вас была красивой, лейка для цветов, чайник, чтобы все у вас было суперэстетичное. Дарю вам скидку 10% до 25 декабря по промокоду Селена. Также ссылку на сайт и еще раз промокод продублирую в описании под этим видео. А сейчас давайте скорее смотреть, что мне приехало, потому что там все подобрало то, что мне очень сильно, естественно, нравится. Но одна там есть вещь моей мечты, наконец-то у меня первая вещь этого любимого бренда. Потому что раньше этот бренд был только на моих объектах, а теперь он есть и у меня. Торжественное открывание. Я еще тоже ничего не смотрела, но я очень сильно предвкушаю. Есть много реплик, много подделок, но оригиналы можно отличить по некоторым характеристикам. Во-первых, тут есть сертификат в конвертике, который подтверждает, что у меня теперь есть официальная лампа Селете. Лапочка такая маленькая, Дарсон, смотри. Маленькая совсем, да? Малышка. Смотрите, в оригинале есть подпись Marama. Это псевдоним создателя, дизайнера Марка Антонио, итальянца, который, собственно, и придумал эти прекрасные светильники. Очень много где можно встретить этих мышек, но как отличить оригинал? Во-первых, есть подпись создателя Marama, псевдоним его Марка Антонио. И копии, они большего размера, и у них нет такой проработки шерсти, ушек, лапочек. Вероятно, письмо, которое супер приятно открывать. В общем, это письмо подтверждение от Селете, что мышь у меня оригинальная. Это была моя маленькая мечта, которая сегодня исполнилась. А еще, если у вас есть друзья, которые тоже любят такие всякие штуки, вот, пожалуйста, вам моя скидка, значит, тогда пригодится. На Дизайн Буми можно купить такой светильничек в подарок со скидкой 10%. Она просто потрясающая. Так, ребята, все, мышка теперь будет с нами сидеть тут и светить нам теплышком. Итак, следующая позиция в заказе мечты, это ванные полотенца российского бренда Ткана. С этим брендом я познакомилась на одной из выставок дизайна лет, наверное, 5 назад. Иногда их ковры мы кладем на объекты. Но себе я решила заказать ванные полотенца. Белые, супер мягкие. Когда у меня в ванной белые полотенца, я чувствую, как будто бы я в роскошном классном отеле. Тем более, когда белые большие полотенца. Но ощущения отпуска нам всем, я думаю, не хватает. Ну и, конечно же, это 100% хлопок. Супер мягкий. Ткана очень широко представлена Дизайн Бум. Там есть и наволочки, и ковры. Постельное белье, кстати, которое тоже в этот раз я заказала, и оно уже приехало. На самом деле, у меня сегодня, по-моему, презентация бренда Ткана. Потому что еще этого же бренда взяла скатерть из хлопка. Она 170 на 170. При том, что на 100 вообще прямоугольный, я взяла такую нацеленно. Потому что я сейчас пишу новые уроки куюточу, и мне там нужна была именно такая темно-синяя скатерть такого вот размера. Как я говорила, у меня сейчас не хватает таких темных, насыщенных, глубоких оттенков. Я чувствую сейчас потребность в новом году окружать себя этими глубокими оттенками. Белая тарелка как раз с темно-темным-темным синим кантом. Можно такую небрежную скандинавскую создать сервировку. Или, наоборот, побогаче, подороже, взяв тарелки уже суперкрасивые. Еще одна скатерть, и вы не поверите, снова бренд Ткана российский. Это тоже, конечно же, хлопок и в клетку. Я люблю ткани в клетку. Вообще, в принципе, я люблю очень сильно принт простой, который и лаконичен. То есть это клетка, это полоска, это горошек, точечка. Мне кажется, что на таких сервировках тоже можно создавать совершенно красивую симфонию. Даже вот нарядных тарелок на простом лаконичном рисунке. Принты не спорят друг с другом, и замечательно они сочетаются. Тоже может быть интересно, потому что не спорит клетка-клетка. Они друг с другом сочетаются и вторят. Тут крупная, тут мелкая. В общем, тоже можно создать очень интересную сервировку. Ну и, конечно же, обычные белые тарелки очень тоже лаконично на них смотрятся. Цветные тоже будут хорошо смотреться, просто у меня цветных нет, чтобы вам показать. Хочу обратить внимание, как запаковано все в пупырку. И так каждая вещь была запакована, которая была хрупкая. Это вещь для быта, совершенно практичная. Это просто стеклянный контейнер, супер красивый, с деревянной крышкой. Получается, что можно в духовку, в микроволновку, в посудомойку. Можно замораживать. Крышка из бамбука. Это стекло. Супер стильная вещь. Просто для красивого быта. Еще один очень красивый предмет, который ко мне приехал, это аромодиффузор. С вот такими палочками красного рождественского оттенка. Красная непрозрачная колба. С легким налетом блеска. И еще и этикетка белая с черным шрифтом. Мне кажется, что это все выглядит просто в купе супер стильно. Я отношусь к ароматам как к декору. Я люблю его менять по сезонам. Знаете, как обычно, какая-то выпечка типа имбирных пряников, глинтвейн, запеченные яблоки с медом. Орешками, вот что-то такое. Таких ароматов очень сильно хотелось. И обычно я все тестирую в магазинах и никогда не покупаю вот так вот слепую. Первый раз в своей жизни я взяла аромат слепую. И он хороший оказался. Я не могу сказать, что я чувствую аромат мускатного ореха. Но яблоко с карамелью, да, однозначно. Как будто в духовке тебя ждут запеченные яблочки с медом и орешками. Вот аромат именно такой. И приехало такое блюдо для запекания в духовке. Вообще, наверное, для пирогов. От Liberty Jones. Но я решила вам показать именно в нем очень красивую и невероятно вкусную и супербыструю горячую закуску, которую мы постоянно делаем, когда к нам приходят друзья. Потому что это реально делается за 5 минут и продукты простейшие. Берем брынзу. Кладем ее в центр. Дальше кладем помидорки, томаты на ветке черри. И все это заливаем оливковым маслом. Далее я просто для аромата посыпаю сванской солью. И добавляю еще кедровые орешки. Все. Далее мы ставим в духовку на 200 градусов примерно где-то на минут 10-15. И получаем такую наивкуснейшую, супербыструю, классную, красивую закуску. Как ее есть? Просто покупаете вкуснейшую чиабатту и макаете в мягкую брынзу и помидорки. И последнее, что ко мне. А куда моя мышка делась? Дарсюшечка, я конечно же про тебя, но ты спи. Последнее, что мне приехало в этой посылке, это постельное белье. Темно-синего оттенка, точно такого же, как вам показывала скатер. Также отдельно еще на дизайн буме заказала натяжную простынь из этой же линейки. Единственное, у нас еще есть нестандартные метровые подушки около изголовья. И на такие подушки наволочек у ткана нет. Поэтому я их сделала на заказ в цвет этого года. Viva Magento. Мне показалось, что сочетание супер красивое. Шила на заказ эти наволочки моя подруга Ксения, основательница бренда Какое Красивое. Итак, с нашей моделью показываем вам красивое постельное белье. Синяя цвета индиго, это ткана с дизайн бум. Был комплект две наволочки 50 на 70, и у них есть красивый кантик, зебра. Также в комплект входил поддеяльник и натяжную простынь на дизайн буме той же коллекции того же бренда заказывала просто отдельно. Ну и у нас есть подушки, которые 90 сантиметров, на них в тканной нету размера, поэтому нету наволочек. Поэтому их заказывала отдельно у бренда Какое Красивое и решила сделать такое вот сочетание Viva Magento и Indigo. Мне кажется, что очень стильно смотрится и цвет года. Над изголовьем повесили шишки оставшиеся цвета Magento, и я вспомнила, что у меня остался арт-принт, никуда не пристроенный, он просто ждет своего часа в нашем доме. Это So Modern Art, и просто по цвету супер подходит. У меня закончился двусторонний скотч, он вообще должен висеть выше. Это было бы прям здорово и красиво, и в рамке, конечно же. Ну а так пока что просто стоит на изголовье для цвета. Мышка. Как вы понимаете, постельное белье очень сильно нравится собачке, так что не только нам, все от него в восторге. Так, та-та-та-там, идея подарка вашим гостям на Новый год, если вы идете в гости или на ваш новогодний стол. Конфеты авторской работы моей мамы, вкуснейшие. Это с чем? Огурки, шоколад. Давай его поцелуем. Косовый, да, что там внутри имеют в виду. Миндаль жаренький. Ммм, белый шоколад. Опа, шоколадки. Задник покажи. Красотища. Это же к Новому году заказы или нет? Да. Класс. Вуаля. Конфеты, произведение искусства. Просто подставить. Я говорила, что я как делала мамин интерьер, я делала интерьер для шоколатье. Смотрите на это. Это с облепихой. Очень вкусно. Да, это соленая карамель. Какая зеленая? Все вот эти. Вау. Чернослив. Твое творчество идеально вписывается в мое творчество. С грецким орехом. С грецким орехом. С жареным. Гурага с миндалином. На фоне черного пола тоже красиво. Это с чем? Черная смородина и вот это черное. В общем, друзья мои, заказывайте себе на Новый год к столу и своим друзьям. Ну что, дорогие, давайте теперь с вами отправимся по магазинам, по нашим гипермаркетам стандартам и посмотрим, какие сейчас есть наличие украшения к Новому году. Итак, Ашан. Очень много всего простого. Прям куча навалена простого. Ну, будем сейчас с вами искать какие-нибудь бриллианты. В Ашан все-таки из кучи всего. Иногда случаются классные находки. Вот, например, с зайчиком. Такая небольшая совершенно подушка. Очень милая. К ней компаньонов подобрать. И идеально диванчик. Из всех тарелок в Ашане советую присмотреться к вот этим. Ажурный кант. Белая тарелка. И как сервировочная. На нее можно поставить какую-то цветную. И вот этот вот кант будет виден. Очень хорошо смотрится. Не совсем Новый год, но тоже супер симпатичная тарелка. Веточки. И, допустим, к этой ажурной. Смотрите, какая нежнятина получается. И вот на такие маленькие мисочки тоже, обратите внимание, для оливок, для маслин. Они прям хорошо смотрятся. Есть вот еще такие же тарелки. Ну, я не люблю в серверовку ставить все одинаковое. Но вот такие мисочки отдельно для маслины и всякой мелочи приятно поставить на стол. Достаточно тяжелые, но красивые. И вот такие также под маслины и оливки. Ну, естественно. Вот еще классное милое блюдо под закуски. Под селедочку. И вот эти. Очень легкие. Стоит просто копейки. Насколько красиво. Не могу его вытащить оттуда. Очень красивое блюдо. Вот такое же. Ну, только маленькая тарелочка, а не блюдо. Но если стоя ажурный. И вот вам совершенно потрясающий комплект для новогодней сервировки. Присмотритесь к этим юбочкам плетеным, как корзинки, под елку. Стоит в Ашане 3000. Смотрится на миллион. Так, в Ашане много разных мелких гирлянд. Вот, похоже, я покупала в прошлом году. На елке смотрится очень хорошо. Именно когда прям рядышком много мелких огоньков. И очень много разных гирлянд, которые на батарейках. Можно их в венок рождественский сделать, в бутылку. И дальше нам тоже фантазии хватит. В Ашане всегда очень много классных деревянных игрушек. Если вам такие нужны. Например, многие из-за кошек, например, не вешают стеклянные игрушки, если кошки прыгают на елке. Вот, в Ашане очень много классных деревянных. Они прям милейшие и стоят недорого. Все эти стандартные шары даже показывать нечего. В этом году есть такие зайчики. Символ года. Стеклянные. Очень миленькие. Всеми любимые свечки светодиодные. Как были в Икеа. Как есть в Икеа. Есть в Ашане. Ну и все. Здравствуйте. Есть много карамелек. Они стеклянные тут. Вот еще деревянные для любителей горнолыжки. Кому-то нужен пластик. Очень приятный набор приятного цвета. Еще и разноразмерные игрушки. В Обе нас с вами встречает совершенно потрясающий, огромный скандинавский гном. Йо-йо, который мы с вами зовем. Я думаю, такой вот в прихожей ставят самое то. Прям при входе. Такой огромный гном стоит 3 300. Оранжевые, персиковые, колпаки в горох. Очень круто выглядит. Смотрите, у него еще и шишка в сумочке, а сумочка на плече. По цветовым сочетаниям гном-огонь. Так, стоит он 1750. О, а у этого рюкзачок. Очень милые. Смотрите, еще какие классные на лесенках. Это гном-прораб. Ну что, Обе? Здравствуйте. Очень сильно люблю Обе, потому что тут недорогие игрушки. По сравнению с, например, твой дом. Причем те игрушки, которые представлены на базах. Причем на базах декора. Эти игрушки дороже стоят, что вообще очень странно. Выбор тут всегда был большой. Посмотрим, что здесь в этом году. Пока что, кстати, 3000. Ну, столько же и стоило в Ашане. Ой, простите. Столько же и стоило в Ашане эта юбочка. Наверное, так здорово такой поезд посадить под елку тоже. А в него положить маленькие подарочки. Конфеты. Вот я еще туда в самую сокровищницу не зашла. Но я уже вижу, что там очень даже хорошо. Вот эти вот коняшки. Вы видите то, что вижу я? Какие замечательные. Тысяча рублей. Отличное. А эти саночки милейш. Вот сюда можно посадить гномика. Прикольная. Сильно нравятся эти птички. Вот этого цвета. Вообще бомба. Можно такую посадить в сервант. Рядом с фужерами. Красивый подсвечник. О, у меня, кстати, есть такие вазы. Они в твоем доме продавались. Кстати, хорошие фонарики. И цвет красивый. Вообще очень красивый синий оттенок. Мне показалось, что сильно красиво будет такой цвет положить в этот фонарь. Прям хорошо. Ну, прям африканский шар. Нужно моей маме такие игрушки на елку. И вот эти вот. Вот эти красивые. Все стекло. Мама, надо ехать за игрушками. Тут все для себя. Прямо это, конечно, пластик. Но, господи, чтобы сделать основу, какую-то базу, а потом там красиво уже поставить. Кстати, лошадка дешевле. 800 рублей, небольшая. Шарик омбре. Как бы вроде розовый, как бы вроде золотой. Ой, вот эти красивые. Султану Сулейману бы понравились. Если бы у него была елка. Разойдитесь, разойдитесь. Посмотрите, какая там ваза. Как бы ее... Металл. Так, топ самых милых стеклянных игрушек. Малышка этого года открывает этот листик в желуде. Фигурка деревянное яблоко. Классная. С трещинкой. 1200. Если бы мне было 15 лет, я бы 100% хотела бы себе вот такой поднос с ручками. Металлический. Завтракать оливьешкой и печеньками 1 января. Вот это вот, собственно, то, что я искала. Вот цвет года. Хотела себе сделать такой декор на ветку. И необычная какая-то форма. Шишки прекрасно. Пусть будут шишки. Еще есть такие звездочки. Слушайте, очень хорошо выглядит. Вот этот коричневый рядом тоже красиво. Вот такие вот себе выбрала. Мне кажется, красиво, как растяжка. Фуксия. И такое розовое золото. Вместе будет хорошо. Еще, правда, выбирала между коричневой и Фуксией. Тоже красиво. Но и эта красивая. Может, коричневая? Так. Да, наверное, вот так вот возьму коричневая и Фуксию. И часть коричневых отдам еще маме на елку. Ей в интерьер тоже к лицу. Итак, твой дом. Я не все сувениры люблю. Но это... Это очень, по-моему, мило. Красиво сделанные зайчики. Это птичка на елочке. Чудесная. Зайчью еще тема. А вот это, посмотрите. Искусство. Тарелка искусства. Такую всервант ставить на подставку. А вот это. Заяц в жабо, которого можно посадить на камин, например. Или на полку. Банка для печенья. Как вам? Мне кажется, миленькие. Ребенку своему какао наливать, мне кажется, классно. Очень тоже милые. Игрушки. Фарфоровые, кстати. Вот вы знаете, перо оторвать, вот это, и шикарная игрушка стеклянная. Но перо оторвать явно. Ну, это очень странно. Ну, ладно, в этом году вот такая вот сувенирка, она реально в твоем доме очень милая. Ну, прямо очень милая. Сноубордист, Мишка. На коньках. На санях. О, Господи. Дарсюши, которые связали новый светорок. Смотрите, какая пара хорошая. Кстати, об этих свечках узнала однажды на интерьерной выставке. У них очень красивые цвета есть. Вообще всякие разные. Луз. Хороший бренд. Какие-то неправильные пчелы. Стекло. 169. Тоже нормальная цена. Что мне нравится в твоем доме? Тут всегда игрушки, они по цветам. Головы красные. И вот таких очень много стеллажей именно по цветам. Вот видите, очень удобный ряд из красных игрушек. И если вам нужны необычные цвета, то это сюда. Здесь есть целые наборы. Ну, согласитесь, как бы разные оттенки желтых. Не везде такое встретишь. А тут как бы много кластерской зеленой хорошей. Имбирные пряники на противне. Есть огромные наборы. Это пластик, но есть такие стеклянные. Вот эти хорошие. Для базы. Очень классно на елке смотрятся гирлянды. Тоненькие, конечно, и где много-много веточек. Прелесть. Лягушка, которая поймала рыбку. Еще и в классном тренче. В горошек. И потрясающе красивая черепаха. Нашла самую красивую, мне кажется, игрушку этого года, которую я видела. Темно-синюю с пчелками. Очень красивая. Черная, кстати, тоже очень красиво смотрится. Тут очень много разных верхушек. Ну, кстати, верхушки были еще и в Ашане. Там они были совсем какие-то обычные. А здесь прям есть очень нарядные. Так, ну это для украшения какого-нибудь кабинета в английском стиле. Нашла игрушки такие ардекошные, с бисером. Сильно красивые. Есть еще такая вот пышная дама этой же серии. Классная игрушка, настоящим путешественникам. Чемодан золотой. Я внесу свой вклад. С тебя звезда? С меня звезда. И я пошел. Нет, еще бубенцы на дверь входную. Так, чтобы бантик был виден. Вот так. Кому? Ну, как-то бантик некрасивый. Кажется, у тебя не получается. Бантик так же стоит, как у меня. Так? Да. Она у нас цепляется... Вот сюда. А, не да, правильно. Черга не так стоит, по-моему. В обратку, да? Да. Вот так вот они все-таки. Ну, вот как раз за щечкой прячь. Крутик. Нарекаю тебя рождественским олененком, помощницей Деда Мороза, 2023. Деда Мороза, 2023. Молодец. Очень хорошо, да? Очень хорошо, да? Мы тебя специально создавали. Крутик. 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 Икея, Zara Home, хочу для вас поснимать. Сейчас появилось очень много людей, которые стали возить Икею из-за границ. Поэтому хочу вам обязательно показать обзор из Икеи, новой коллекции. Поснимать вживую, как выглядят все эти предметы, чтобы вы нашли способ заказать ее, если вам это нужно. Поэтому первое видео в новом году будет именно про нашу с вами любимую Икея. От всей души вам желаю здоровья, сил и научиться, желаю нам всем подстраиваться под все изменения, которые происходят и на которые мы не можем никак повлиять. Просто учиться жить. Учиться жить. Вот, я желаю нам всем учиться жить. Всех с наступающим Новым Годом. Встретимся с вами в 2023 году. Я надеюсь, что со многим мы встретимся на моем курсе Уют-Уютыч, и многие из вас станут домовятами. Я была бы этому просто очень сильно счастлива. И поверьте, там будет супер классно, атмосферно, уютно и очень дружеская атмосфера. Всех с наступающим Новым Годом. Увидимся в следующем году. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...